ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Вместо волка слон... Волки мои с Виктором Яковлевичем, продюсером, летят. И два чемодана одежды. Многовато для голова. В одном чемодане у меня сценические штуки всякие. Айван на репетицию явился в черном плаще, а под ним ничего нет. Ничего там нету, в общем-то. Журналисты не верят своим глазам. Артист наполовину голый или все-таки наполовину одет. И все, конечно, ждали голого артиста волка. Обманул или запутал. Не знаю, что сказать уже. Сижу гол, да, голый. Да, с волками. С животными на сцену не выходить, детей с собой не брать и больше шести не собираться. Айван нарушил все правила Евровидения. И его никто за это не наказал. Миром движут те люди, которые нарушают все правила. Айда Айван. Айда молодец. Все тайны самого мистического номера за всю историю Евровидения. Белорус сорвал одежды и показал все, что до этого было скрыто. Смотрим. Да хорош уже вам. Москва. Аэропорт. Раннее утро. Айван. Здрасте. Ничего. И сразу снимайся. Айван слегка сонный, но все равно шутит и бесконечно поет. До Стокгольма два часа лету. Но, кажется, Евровидение для Айвана уже началось. Все пишут, все комментируют. Ура! Спасибо. Налево пойдешь, поклонницу встретишь. Болей. Болей. Разрулили. Плюс один голос. Направо столкнешься с Филиппом Киркоровым. И пресса. Всегда на чеку. Не расслабишься. Ну что, вы как, готовы? Да готовы, конечно. Бороться. Все хорошо у нас. Вы все заинтрибованы. Твоим номером. Айван интригует. Журналисты пристально разглядывают багаж артиста. И недоумевают. А где же волки? Волки мои с Виктором Яковлевичем. С продюсером. Летят. Бам-бам-бам-бам. Вместо волков Айван в Стокгольм привез слоненка. Покажите нам слоненка. И два чемодана одежды. Для артиста, который собирается на сцену выйти голым, многовато будет. В одном чемодане у меня сценические штуки всякие. Обувь, костюм. Все, что с этим связано. А этот чемодан полностью забит майками Айван Го и дисками. И больше там ничего нет. Но главную тайну Айван раскроет лишь на репетиции. А пока ничего не будет предвещать скандала. Все, как у всех. Репетиция с бэк-вокалистами. И рояль не в кустах, а прямо в гостиничном номере. За клавишами продюсер Ликтор Дробыш. Репетиция с бэк-вокалистами. Бэк-вокал у Айвана интернациональный, шведско-российский. Я в первый раз на Евровидении. И это очень классно выступать с таким хорошим артистом, как Айван. Айван очень хорошо берет высокие ноты. У него сильный голос. Это круто. Это круто. У Айвана особенный голос. Как только ты его услышишь, сразу понятно, что это Айван. По-русски говорит лишь Ксения. Она из Санкт-Петербурга. Давно я его знаю. Познакомились мы с ним еще на битве хоров. Были на главной сцене. Уже в одной команде Дробыши. И шведка Аня избок признается, что чуть-чуть понимает. Я немного понимаю русский язык. Моя бабушка русская. Но в музыке нет языковых барьеров. И кажется, они уже хорошо спелись. И понимают друг друга без слов. Вот так в бесконечных репетициях и проходят Дни Айвана на Евровидении. Он жалуется Стокгольм. Видел только из окна автобуса. Пора дать артисту выходной. Ти Сентрален. Мы едем туда. Участники Евровидения, хоть и звезды, но по городу передвигаются не на роскошных автомобилях, а на метро. Вперед. Впрочем, артисты не в обиде. Напротив, шведское метро для них в диковинку. Все постоянно говорят, что истинные шведы, они высокие и блондинные. Я не знаю, для кого они строили эти поезда, эти электрички. Но как-то совсем уже как-то не для высоких. Что метро? Айван давно забыл, когда спокойно, без камер и журналистов, гулял по городу. Говорят, что в Стокгольме есть еще танцующие светофоры. Правда, я не видел еще ни одного такого светофора. Дух Евровидения на улицах Стокгольма витает повсюду. Здесь отсчитываются дни, часы, секунды, миллисекунды до начала непосредственного Евровидения. Здесь в прямом смысле из каждого утюга раздаются хиты конкурса. Но если не из утюга, так и светофора, в ожидании зеленого света можно потанцевать под песню Ларин. Ну, идея крутая с поющими светофорами, но сделать бы их погромче, да помощнее, тогда бы Айван затанцевал. А вот и поющие витрины. На время конкурса центральный универмаг превратился в музей шведских победителей Евровидения. Сапоги Абы. Аба. Развивающееся платье Короллы, фирменный прическа Ларин. Та-та-та-та-та-та-та-та-та 2012 год. И неоновая фигура Монса Сельмерлева. Крутой чувак. Я думаю, во время Евровидения мы с ним встретимся и познакомимся. На каждом углу конкурсантов ждет какой-нибудь маленький сюрприз от организаторов конкурса. Кажется, шведы так хотели тепло встретить гостей, что даже погоду специальную заказали к Евровидению. На улице стоит небывалая для Скандинавии жара. На солнце плюс 20. Город подготовился к Евровидению. Собственно, я готов. Капюшон, скрывающее лицо. Черный плащ допят. А что под ним? Остается только догадываться. Я могу приоткрыть где-то. Там до колена осторожно. Продюсер Виктор Дробыш на хитрые вопросы прессы даже бровью не ведет и стоит на своем. Айван на сцену выйдет голым. Для вас-то, конечно. Чем больше деталь, тем больше рейтинг. А где же волки? А волки уже в арене. Ждут своего часа. В день репетиции с самого утра возле отеля пресса караулит белоруса и делает ставки. Разденется или все-таки обманет? Прошлись голыми. Слава Богу, погода удалась, так что было тепло. Не переживайте. Шаг, еще шаг. Айван раскрывает плащ и становится понятно. Он настроен решительно. Ничего там нету, в общем-то. Может быть, сейчас он зайдет в гримерку и уж там точно скинет свой черный плащ и откроет все свои тайны. Что я даже не знаю, что сказать уже. Сижу голый, да, голый, да, с волками, накрашенный, да, волосатый. Однако и за закрытыми дверями белорус не собирается срывать с себя одежды. Смотри, ты ректу. Интригу Айван тянет до последней минуты. Шаг, еще шаг. Вот он, вход на сцену. А вот и волки. Белорусскую команду организаторы встречают с игрушечным волком на руках. До начала репетиции одна минута. В пресс-центре журналисты, затаив дыхание, глядываются в экран. И все, конечно, ждали голого артиста Волка. Мы готовы. Первые ноты и на сцену, и в самом деле выходит голый Айван. Все вот замерли в ожидании, когда же он встанет уже, потому что не весь же номер сидеть с волком. И тут вдруг это все растворяется в каком-то дыму, и появляется Александр Иванов в белом костюмчике. Насмеявшись вдоволь по поводу обмана и самообмана... Вздох разочарования сменился восторженными аплодисментами. Дробыш, имея опыт уже и Натальи Подольской, да и Бурановских бабушек, вывел такую мудрую формулу, что очень важно на этом шоу, на Евровидении, удивлять. А способы могут быть разными. Иванов смог удивить избалованную прессу. И для этого ему даже не пришлось раздеваться. Я думаю, что у нас получилось действительно удивить, потому что уже некоторые блоги, которые никогда не писали обо мне или не брали интервью, и сейчас они удивлены и не заинтересованы в том, что будет потом. Это стало отчасти сюрпризом для прессы. Многие не понимали, в каком же виде он появится на сцене. И то решение, которое было принято, очень верное. Это отличный компромисс. Это хорошо выглядит и отличается от других номеров. Номер Айвана очень впечатляет. Очень важно, что он не только хороший певец, но и замечательный актер. У него великолепный голос. Я считаю, что он лучший исполнитель среди мужчин на этом конкурсе. Музыкальные эксперты разбирают каждый кадр выступления белоруса, боясь упустить детали. Все говорили, как он сможет выйти на сцену с волками и голом. И он сделал это. И сделал со вкусом. Этот номер хочется смотреть еще и еще раз. И этот момент, когда Айван исчезает на сцене, это великолепно. Это номер не про голое тело, это история про артиста. И это выглядит дорого. Никто не понял, правда, кто превратился в этого карапуза в памперсах. То ли это Иванов превратился, то ли это Волк превратился. Но в общем, в любом случае есть масса поводов для какого-то, вот, тысяча для размышлений, обсуждений, дискуссий. А это очень-очень хорошо. Журналисты недоумевают, как Айван смог нарушить абсолютно все правила конкурса. Ну, мне кажется, вообще миром движут те люди, которые нарушают все правила. Те, которые живут по правилам, они обычно просто живут. А те, кто нарушает их, те побеждают. Официально на Евровидении запрещено участие животных и детей. Да и на сцене не может находиться больше шести артистов. А у Иванова четыре Волка, столько же музыкантов и один ребенок. Кто этот ребенок? Пусть каждый решает сам для себя, кто это. Я думаю, что это Айван. Нарушить правила и не раздеться помогли новейшие технологии. Такого еще никогда не было на Евровидении. Белорусы стали первыми, кто применил такую технологию. Это сложная программа, которую мы хотели создать несколько лет. И ваша страна позволила нам воплотить эту хай-тек мечту. Голым Айван все же выйдет на сцену. И волки тоже будут, но не настоящие, а в виде голограммы. Конечно, по производству это сложно. Это много анимаций, текстуринга, моделинга, ретопа, сетапа, рендера. На этих кадрах 3D-сканирование Айвана. Это видео два месяца было засекречено. Тайну обнажений Белоруса хранили до Евровидения. Малейшая утечка информации и провал. Теперь секрет раскрыт. И журналисты совсем не расстроены, что их обманули. Уже после первой репетиции номер Белоруса войдет в топ «The best from the best from the best». Это было самое лучшее выступление за сегодняшний день. Мне кажется, это один из самых креативных номеров на Евровидении. Пресса предсказывает Айвну скорый выход в финал и попадание в топовую пятерку. Я думаю, что номер Айвана поразит всех, кто его увидит. Хорошая песня. Я думаю, что Айван выйдет в финал. Здесь больше стоит вопрос о том, что будет ли в топ-5 в финале, а не про выход в финал. По крайней мере, финала, если уж не эта песня достойна, то тогда непонятно кто и что. Продюсер Виктор Дровыш прогнозы делать не спешит. Признается, он боится загадывать, дабы не сглазить. Главное не перейти ту грань, главное не перейти грань пошлости, главное не перейти грань какой-то... Я считаю, что если этот номер получится в окончании такой добрый, позитивный, то я считаю, это победа для нас. Вот наша победа. Если мы не сможем передать вот это состояние, то это наше поражение, независимо от места. Вот такой для Айвана была первая неделя на Евровидении. Через несколько часов начнется церемония открытия конкурса. В программе вечеринки «Красная дорожка» и «Шведский столб». Ну а дальше два полуфинала и, если повезет, финал. Научит ли Айван летать всю Европу и высоко ли взлетит песня «Help you fly»? Не распугают ли волки фанатов и растрогают ли малыш в памперсах? Пресловутых домохозяек Евровидения. Смотрите нас каждый день на Беларусь-1 и Беларусь-24. Субтитры добавил DimaTorzok До новых встреч! До новых встреч!